всем 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 большой привет кому интересны наши новые лаки от халяль которые выходят в 15 каталоге добро пожаловать будем сейчас смотреть эти лаки подробнее и будем прокрашивать второй слой у меня нанесены они вот в один слой эти лаки вот и будем прокрашивать второй слой значит смотрите вот показать вот они все у меня все здесь в каталоге и все у меня есть ну давайте начинать наверно по порядку так первый лак который мы будем смотреть 71 089 давайте по порядку прям дамасская роза каталоге они на тон где-то темнее напечатаны на самом деле нет не такие они прямо яркие нет значит 71 089 артикул так это у нас дамасская роза немножечко освещение меня подводит вот такой это вот вот такой цвет где-то на ногтях в один слой он вот такой у меня в два слоя он чуть потемнее ложатся кстати ровно вот этот именно цвет для лег ровно в два слоя ну вот в один слой он просто тоже ровно распределяется и ложится все таки светлее немножко давайте давайте покажу как он выглядит так вот лопатка у него обычная такая фаберликовская лопатка сейчас посмотрим смогу я ровно но вряд ли получится на весу красить это дело такое хотелось бы показать но они вроде как сначала ложатся полосами но потом распределяются поэтому в принципе такой цвет получается видите он все равно он вроде как вот что туда не докрасила вроде бы как достаточно яркий цвет но все равно спокойные спокойные то есть они не кричащие даже вот этот лак но он в каталоге почему такой на общем я так себе накрасила в каталоге все равно ярче но на самом деле они не яркие и и в пир и в мир в добрые люди вот так вот если сказать я думала вот такой цвет ну куда я его яркий но оказалось что он не такой уж и яркий он скорее вот с этим похож вот который восточная сладость вот на самом деле дамасская роза он вот такой вот так ну второй лак посмотрим значит это у нас 71 090 это принцесса амира вот здесь он какой-то с фиолетовым немножечко но на самом деле это такой голубой вот светло-голубые джинсы бывают как я говорю джинсовый цвет вот в один слой ну что такое вот в один слой но он полосит в эти славите пляши вид а в два слоя мы посмотрим как будет держаться конечно же два слоя получше у меня просто ногти такие себе не сильно то обработаны но вот он распределяется все равно сохнет быстро достаточно вот и два слоя я покажу вам щас как будто вот но интересно у меня очень нравится голубой если сочетать его с чем-то тут особо поиграться не поиграешься потому что прозрачных лаков нет ну а сочетаться смотрите как будет красиво да если какой-то такой нежный маникюр и этот нежный или допустим вот вот так вот он будет сочетаться делать вот или вот с этим пусть они между собой как-то видеть ну голубой голубой вообще совсем подходит ну совсем он подходит просто с любым лаком он подойдет поэтому голубой такой настолько универсальный цвет что можно брать смело 71 088 вот восточная сладость это вот он в один слой видел светлее на ногтях все вот в каталоге ярче на тон где-то напечатали так он посветлее такой розовый прям розовый вот розовый и розовый так 71 088 я показываю артикулы чтобы знали что это ничего не перепутаны такие они есть но здесь прям показывает светлым на самом деле он да тоже чуть-чуть таки потемнее на тон вот камера так передает что делать ну прям розовый розовая роза розовая роза такая вот два слона не сейчас подсохнут еще будут еще немножко более приглушенные чуть-чуть вот ровно 2 слоя вообще ровно ложат вот я задела сейчас второй слой а клеенку свое скатерть и ничего видите вот он уже вот я второй слой нанесла видите все он уже никуда так ну вот чуть-чуть я только его нанесла уж совсем уж не будем до его в принципе вот он если я сильно сильнее надавила чуть-чуть посильнее он он пошел а так вот когда легкая было нажать и совсем он никуда не делся но там два слоя вот такой все равно он светло-розовый я не люблю такой отличный я я не очень люблю розовые но такой еще уже получше а вот прям розовый я как-то не очень много два слоя это ты я уже здесь накрасил вот удов такой который это в один слой этого в принципе там есть давайте ладно по очереди так 71 85 это у нас будет персидский шелк вот этот вот первый персидский шелк немножечко ну вот все равно посветлее посветлее на том посветлее так и в один слой так секунду не закрывайся в один слой он вот такой это такой достаточно пудровый цвет почему-то не знаю почему я так сказала не такая ассоциация розовый такой пудровая такая розочка пыльная роза вот пудровый пыльная роза такая немножечко светлая бежевый бежевый чуть-чуть розовиночкой нюд такой вот нюд как я говорю это телесный вот телесные ну чуть-чуть с розовинкой в один слой кстати он лежит нормально да что такое не хочет снимать сегодня но мне надо сегодня снять я во первых и обещала я знаю что ждете ну и во вторых прям вот как-то все сложилось но вот здесь он беж идет но на самом деле с розовиночка такой розовый розовый вот нюдовый прям такой нюдовый нюдовый и для офиса подойдет он очень спокойный получается очень очень спокойный так и два слоя он красивый прям вот мне мне нравится я не знаю вот 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 наверно вот так вот если показать такой скорее и чуть-чуть розового еще добавить не знаю видно ли я надеюсь что видно сейчас если я приближу мне потеряется уже вот такой я думаю вы понимаете и розового чуть добавить вот сейчас он просто серость какой-то дает а на самом деле он и серый а вот розовый так дальше посмотрим значит 71 084 это благородный уд они драгоценный уд я прошу прощения все названия не выучить эти здесь он не черный а какой-то как коричневый с баклажановым таким фиолетовым оттенком но на самом деле фиолетового здесь маловато но вот он в один слой собственно это просто цвет горького шоколада ну и пришивит в один слой это нереально нанести в два слоя он ровненький хорошенький красивенький такой горький шоколад руки трясутся вы и так вот он такой коричневый темно-темно-коричневый такого прям цвета шоколадного именно даже не кофейного финиш у них глянцевый когда подсыхают они немножечко немножечко приглушенными становятся но для кого цвет красивый для кого не очень я не сказала бы что я часто таким оттенком крашу есть у нас вот в серии которые предыдущие выходили тоже коричневый но он немножечко другой он с какими-то блестками он более глубокий я сейчас покажу страницу на как раз следующее там вот он вот 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 этих гель-лаки типа который вот он дымчатый кварц но он там вот шиммер немножко или перламутр не знаю как назвать что что там и он даже не шиммер а вот именно такие частички скорее как коричневый перламутр наверное идет да даже берламутром не назовешь вот и он немножечко все-таки более такой выходной а это более такой обычный вот дальше ну за два слоя ну темный не черный но прям темный из таких вот там кто любит темные может быть либо под какое-то платье под следует например по светлое платье можно такой под молочного цвета дальше 71 087 это у нас цветущий жасмин цветущий жасмин каталоге почему-то с розовинкой но на самом деле он мне не с розовинкой он такой прям молочного цвета цветы чайной розы такой светлый вот в один слой эти пришли тоже видно надеюсь пришеленький немножко он полосит ну и в два слоя тоже я бы сказала меня здесь видно эти вот такие какие-то как полосочки то есть его надо вообще наверно получается в три слоя красить он когда красишь вот я когда красил он как будто видите как будто желтинкой отдает не знаю видно сейчас он светлый тоже а на самом деле он прям такой молочный белого шоколада вот белого шоколада цвета чайной розы такой вот цвет он у него интересный я уже неаккуратно если в третьем третий свой покрасить смотрим тут получится два слоя я вот размазала уже такая красота так в общем вот так вот сейчас посмотрим вот два слоя такой вот ну вот здесь кажется он таким светло желтеньким как будто бы на самом деле он да он молочный но он чуть-чуть вот чуть-чуть такое вот молочно это уже не даже не знаю но не с желтинкой он больше без бежевинка но чуть-чуть такой вот самым малость но чайную розу белые розы вот кто они не совсем белый так тот видел на все видели то чайные розы они такие вот молочного цвета интересный оттенок и кстати вот этот лучше всех которые были фаберлик потому что он как это объяснить те прям полосят и все равно ровно как-то вот ну не ложатся и размазываются и консистенция пожитче что ли а у этого консистенция такая прям хорошая вот вот прям хорошая такая не жидкая он не так растекается но это я тут смазала да так вот этот прям классный мне вот он нравится вот этот я буду наверное носить а те которые у меня есть светлые именно не удобно красить что ли не не знаю не могу объяснить прям но я думаю я объяснила понятно что консистенция у этого лака лучше мне по крайней мере больше нравится этот легко наносить вообще все эти лайки и в принципе нанести достаточно легко у них консистенция не жидкая такая вот вот хорошая прям но это надо это же мое личное мнение такое вот субъективная наверное да это надо пробовать кто-то скажет да ну вообще что-то ерунда какая-то но мне эти халяль они нравились всегда больше чем все остальные я скажу честно только вот вот эти мне еще нравится вот вот эти вот вот эти мне очень тоже это не все цвета вот благородная маль вот умный ирис мне очень нравится этот сияние галактики есть а я вот еще хотела нет вот этот какой-то из них хотя нет я вот аметистовое колье хотела и не заказала в общем вот так вот эти лаки тоже очень хороший гель-лаки так себе бы сказала но на втором месте вот а эти прям тоже хорошие все причем так 71 086 розовый шафрану смотрите тоже этот светлее светлее так а какой у меня а он у меня пионовый такой вот в один слой он такой пионовый вот светлый розовый пиончик да что такое мне прямо освещение вот не нравится показывает он показывает какой-то бежевый ävый понимаю в чем дело сейчас попробую поменять освещение попробую ну что-то как сейчас надо светлу показывает и все неправильно сейчас я попробую освещение поменять не знаю что ты никак не получается так вот чтобы прямо показать ну будем вот вот где-то вот такой вот как в денечке даже не сюда смотрите вот здесь вот такой пионовый немножечко оттенок но здесь вот нож не знаю сейчас попробую накрасить как-нибудь поймать в общем а первым одним слоем он тоже немножко пришивит а вторым вот уже ровно ложится нормально так и что середину сделала края ну вот ровно да уже более ровно так ложится пробую поймать вот он примерно вот такой и чуть-чуть еще тоже розовиночки ну вот так вот где-то в общем такой пион ну вот опять же говорю вот его легко наносить вот эти лайки прям очень легко хорошо не раз и нанес мне лично понравились вот они все вот они все у нас вот эти два коричневых у меня получается вот эти задвоенные и вот эти задвольные это какой у нас на маска роза задвойный как называется так цветущий жасмин до задвойный но какой-то непонятный то ли желтоватой куда молочный то лишь вот смотрите за дело и ничего вот пока красила вот это давайте поближе покажу смотрите вот и провожу ну вот цепляем как цепляется все-таки не идет пока гладко ну вот сколько идет видео до минут десять наверное как я крашу вот и смотрите прошло минут десять ну конечно лучше там полчасика ничего не поделать тогда уже примут будет шикарно если ногтем я щас такая вот ногтем видите заделась эти ногтем если вы не будете так делать как и я то вполне себе ну вот в общем это вот такой ночью красивый это вот этот вот этот это какой это 71 085 персидский шелк очень мне понравился больше всего персидский шелк и вот этот голубенький голубенький это принцесса мира которая 71 090 ну вот они собственно это у нас дамасская роза ну принцесса мира я показала это восточная сладость так это персидский шелк у нас так это пока ну вот видно да это драгоценный уд запомнила уже коричневый такой в принципе чуть-чуть как будто бы что-то фиолетовый такой глубокий фиолетовый и где-то он там заплутавшие вот цвет горького шоколада вот горький шоколад вот в деле так это у нас что вот этот забываю цветущий жасмин цветущий жасмин это у нас молочный цвет розы чайные как я его назвала и там какой-то шафран по моему розовый шафран это 71 086 розовый шафран но это я бы сказал такой пионовый цвет пион бывает какой-то оттенок пион вот вот такой вот он есть розовенький чуть-чуть розово-розовый но приглушенный розовый пыльный розовый пионовый так что еще сказать по этим лаком ну вот сохнут они очень вы увидели как этот я самый последний нанесла но это за дело ему особо ничего не стало буквально минуты три на прошло вот эти минуты прошло и я его он уже сцепился вот его он уже сцепился прямо на ваших глазах я конечно буду ускорять видео но вот я говорю что минуты 3 как он будет носиться я кстати первым слоем уже накрасила как часа четыре и ничего ну то есть ему ничего не стало абсолютно понятно что там что-то дело еще вот как он будет до пяти дней ну это уже я наверное подпишу в комментариях и либо в телеграм канале напишу отзывы на вот эти вот лаки так что вот вот так вот такой у меня обзор получился на эти лаки я не взяла типсы не то что не взяла я не знаю куда и дело поэтому сегодня без типсов сегодня так с моими ручками моим не знаю каким маникюром я думаю вы все поняли все я обещание выполнила буду загружать это видео скорее всего первым кто ждет вам всем привет спасибо за то что вы со мной кто смотрит это видео просто зашли на канал тоже спасибо вам огромное я вообще человек такой благодарный обращаюсь на этой ноте с вами всем пока пока всем удачных покупок я надеюсь я вам помогла хоть как-то в выборе лаков вот пока пока и хорошие